первое что я хочу сказать это следующее смотрите вот в прошлый раз мы за интересное время n степени алгоритм 7 по основанию 2 кажется построили алгоритм штрафа на который перемножать матрицы могут быстрее чем чем наивные чем наивный куб да когда мы просто построчно по столбцам умножаем так вот упражнение есть такой алгоритм карацубы который действует в общем-то аналогично только перемножает многочлены есть у вас два многочлена тоже считаем что длины либо просто одинаковые длины n либо одинаковой длины 2 в степени n если если удобно да и вот примерно так же мы поступаем и сначала объем оба многочлена пополам да значит здесь младший акцент здесь старше здесь младше здесь старше и потом как-то с помощью трех умножений вот этих более коротких многочленов сводим задачу перемножения двух исходных к трем умножениям более коротких и тогда асимптотика будет видимо вот такая плюс ну видимо что-то линейное потому что нам нужно просто складывать какие-то какие-то многочлены будет внутри вот и решением такой рекурренты будет n в степени логарифм тройки по основанию 2 вот этого большой от примерно n степени 59 в смысле 1,59 n степени 1,59 вот ну и соответственно в качестве упражнения надо подобрать вот представьте что у вас вы первый многочлен разбили на многочлены a1 a2 2 на многочлены b1 v2 нужно тоже как-то построить их какие-то линейные комбинации как-то их перемножить до свести то есть перемножить какие-то 3 линейные комбинации здесь так что в конце результат а умножить на b должен представляться в виде там опять-таки линейные комбинации вот этих вот 3 3 результатов перемножений то есть вам нужно сделать три перемножения многочленов длины n пополам вот это получится алгоритм карацуба алгоритм карацуба я его не разбираю вставляю в качестве упражнения потому что во первых все необходимые техники у нас уже есть а у нас есть мастер теорема которая немедленно позволяет от этой строчки прийти к этой а также у нас есть описание алгоритма штрафа на который еще более сложный потому что там нужно ну не три умножения сделать а 7 и там формула гораздо более громоздкие поэтому это можете сами можете сами придумать вторая причина по которой мы не будем это полностью разбирать потому что сегодня мы построим еще более эффективный алгоритм который нам вот здесь будет не n степени полтора примерно а n log n n log n это вот то что к чему мы сейчас переходим быстрое преобразование фурья так давайте я где-нибудь здесь напишу все-таки что это многочлены потому что как-то это слово надо зафиксировать все таки из два многочлена ищем произведение вот и такую же задачу мы будем решать с помощью быстрого преобразования фурья быстрое преобразование фурья так смотрите значит сначала давайте вспомним следующий факт если у вас есть как многочлен п от x равный скажем а 0 плюс 1 x плюс и так далее плюс а n минус 1 x в минус 1 то есть многочленной степени n минус 1 у которого n коэффициентов то он однозначно восстанавливается по значениям в произвольных n различных точках вы однозначно восстанавливается по своим значениям в произвольных n попарно различных точках ну да да попарно различных точках то есть если вы задаете себе систему уравнений вот таких вот чтобы от x1 равно какой-нибудь y1 и так далее поэт xn равно игрек н и вам известны все иксы и все игреки и вы ищите многочлен п степени не выше но степени меньше чем n да то есть максимум с n коэффициентами тогда такой многочлен единственно определен так ну наверное знакомый факт какой-то кому он знаком поднимите пожалуйста руки так мало кому хорошо не всем по крайней мере ну можно сказать так что такое вот эта система это на самом деле какая-то система линейных уравнений на ашки потому что здесь не что нужно найти мне нужно восстановить набор ашек а 0 1 так далее минус 1 и я подставляю туда степени иксов да то есть я подставляю сюда там но x1 в нулевой а x1 в первое x1 в квадрате и так далее то же самое с x2 и так далее то есть на самом деле у меня получается такая система уравнений который можно записать в виде матрицы здесь будут ашки а 0 и так далее а минус 1 здесь будут значения все игреки а есть будет просто матрица вандер монда степеней диксов всех x1 в нулевой x1 в 1 и так далее x1 в минус 1 x2 в нулевой x2 в 1 и так далее x2 в минус 1 и так сводь до xn. Ну и известный факт из линейной алгебры, что вот эта вот матрица, если у вас все иксы попарно-различны, все иксы-то не равны xj для любых неравных и xj, тогда эта матрица просто обратима, она не выражена, у нее не нулевой детерминант, поэтому ее можно обратить, тем самым у вас вот этот столбец однозначно выражается через столбец y. Ну вот, например, так это можно объяснить. Вот, ну хорошо, то есть в принципе есть у нас какой-то метод, да, там обращение матрицы, чтобы найти столбец коэффициентов, но это слишком долго, неэффективно, и нам это будет и не нужно. Нам важен просто факт, что многочлены однозначно восстанавливаются по... Сейчас. Значит, если вы возьмете точек на одну большую степень, вот здесь точек n, а степень n-1, если точек на одну большую степень, тогда многочлены однозначно восстанавливаются. Вот что нам будет нужно. Ну и тогда смотрите, наш алгоритм перемножения многочленов будет выглядеть как-то так. Значит, пусть наша цель — это перемножить по ику, да, и получить многочлен R. Нам известны по ику, нам нужно получить R. Алгоритм перемножения будет выглядеть так. Давайте мы сначала многочлены по ику найдем в каких-то n точках, n различных точках, как-нибудь посчитаем. Первый шаг. Найдем P от x1 и так далее, P от xn, q от x1 и так далее, q от xn. На втором шаге мы их поточечно перемножим, потому что если я знаю значение P в точке x1 и значение Q в точке x1, то значение R тривиально восстанавливается, это просто произведение. R x это P x это умножить на Q x это. Ну просто из определения R. Просто поточечный перемножить эти два набора значений. Ну и третье. Восстановим R по этому набору значений в этих точках. Восстановим R по его значениям в точках x1 и так далее, x. На высоком уровне это описание того, что мы будем делать. Взяли какие-то точки, причем смотрите, вот эти x мы вольны выбирать сами. Какие хотим, такие поставим. Нам не важно, какие они. Главное, чтобы их было достаточно много, чтобы их было больше, чем в степени R. Чтобы точек было больше, чем в степени результата, чтобы можно было восстановить. Но все остальное какие-то простые шаги. То есть нам нужно научиться как-то вот это быстро делать, находить значения многочленов во многих точках. И обратную задачу по значениям в точках найти многочлен, восстановить многочлен. Но этим мы будем заниматься. Давайте там еще тоже фиксируем, что чтобы все это работало, мне нужно, чтобы n было больше, чем в степени R. Чтобы однозначно можно было восстановить количество точек должно быть больше, чем в степени R. Ну то есть n, ну а дек R это дек P плюс дек Q. Да, ну при перемножении многочленов в степени складываются. Вообще это не обязательно так. Если мы работаем в каком-нибудь там, в общем не в поле, тогда у нас старшие коэффициенты могут перемножиться и стать делителем нуля, в общем обнулиться. Но давайте считать, что у нас такого не происходит, что мы работаем всегда в поле, поэтому степень R равна сумме степеней P и Q. Ну значит просто достаточно взять в качестве n хотя бы сумму степеней плюс 1. Дек P плюс дек Q плюс 1. Вот. И значит наш алгоритм будет основываться на том, что в качестве иксов мы возьмем все корни из единицы. Все комплексные корни из единицы. Значит, в качестве иксов мы возьмем комплексные корни из единицы в степени n. Напомню, как это выглядит. Значит, есть у меня комплексная плоскость, вещественная компонента и мнимая. Мы рисуем единичную окружность, вот такую вот рисуем единичную окружность. И спрашиваем себя, значит, какие точки в n степени дают единицу. Ну это, понятное дело, единица, а также все ее повороты на угол 2P делить на n. Да, вот по сути будет n-угольник, у которого одна вершина все время регистрирована на единицу. Правильно, что н-угольник. Ну да, 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 правильный н-угольник, одна вершина в единичке, ну и с центром вот здесь вот. Да. Вписаны в эту окружность. Иными словами, да, мы можем повернуть вот этот вектор длины 1 на угол 2P делить на n. То есть как бы, ну, разбиваем всю окружность на n равных таких секторов, поворачиваем, получаем очередной корень каждый раз. Значит, повернули, получили, повернули, получили, повернули, получили. Так, несимметрично. В общем, как-то так получим. Очень часто минус единичка будет корнем, если n четный, то и минус 1 будет корнем. Вот. Ну, тут уже мои художественные полномочия все. Ну, в общем, какая-то такая картинка. И давайте мы вот эту штучку обозначим за омегу. Примитивный корень из единицы. На самом деле, неважно, что именно обозначать за омегу, можно обозначить любой примитивный корень, то есть такой корень, степени которого порождают всю группу корней. Ну, вот нам важно будет, что омега — это такое число, что все возможные корни из единицы — это степени омеги. То есть вот здесь у меня написано омега в нулевой, здесь у меня омега в первой, здесь омега во второй и так далее, и так далее. Последний чувак будет омега в n минус первый. То есть все корни из единицы — это степень какого-то одного числа омега. Ну и понятно, что это за число. Это e в степени и 2π делить на n. Вот такое число. так хорошо никто не испугался комплексных чисел отлично так но тогда смотрите тогда наша задача следующее нам нужно вот взять омегу и в ее степенях посчитать значение многочлена там двух многочленов по и qp во всех вот этих точках q во всех этих точках как-нибудь быстро потом перемножить по точечной тривиально ну просто знаем результат тут знаем результат тут для play для q перемножаем получаем результат для r а потом нужно опять для многочлена r уже у меня есть его значение в этих точках у меня есть значение r в этих точках и мне нужно его восстановить ну и оба этих шаг мы будем делать за n логан за n логан где n вот как раз степень омега чтобы вернуться в единицу так хорошо но давайте начнем тогда с первого шага с нахождение значений многочлена вот в этих вот n точках да мы будем с комплексными активно работать но на самом деле он есть в плюсах есть плюсах вот такой комплекс от но здесь надо было ли он long double вы пишете вот и в общем-то делать вам особо ничего не нужно поэтому не проблема это и так значит первый шаг до вычисления вычисление п во всех степенях омеге вы от омега в нулевой вы от омега в первой и так далее вы от омега в степени n минус 1 во всех степенях омега да ну давайте напишем еще разочек что такое п пусть п от x расписывается вот так а 0 плюс 1 x плюс так далее плюс а минус 1 x минус 1 вот напоминаю да мне нужно мне нужно взять такую омегу что у нее степеней больше вера ночью степень p плюс степень q плюс 1 да вот это условие должно быть то есть омега это корень из из единицы хотя бы вот такой степени то есть на самом деле у меня вот это на гостин п у него вот здесь вот куча нулей вот этих вот последних вот куча последних кофинентов нули но просто для удобства я давайте буду считать что размер этого многочлена и степень омеге до того чтобы ее получили единичка это одно и то же просто если это не так то я могу это начать добить нулями дойны дойны минус 1 степень вот мне так будет удобно здесь на самом деле куча нулей но это неважно вот давайте сделаем следующее странное преобразование мы разобьем наш многочлен на два кусочка по четным коэффициентом и по нечетным значит будет а 0 а 2 x а 4 x квадрат а 6 x куб ну и так далее то есть мы оставляем только четные коэффициенты при этом степени x а обычный до 0 1 2 3 так далее и аналогично с нечетными а один плюс а 3 x а 5 x квадрат а 7 x куб и так далее вновь оставляем нечетные коэффициенты а набор степеней обычный x нулевой x 1 и так далее тогда выполняет следующие замечательное тождество ступой от x это п 0 от x квадрате плюс x на п 1 от x квадрате вот ну плюс-минус очевидно потому что если вы вот сюда вот всюду вместо икса поставьте x квадрате то у вас как раз получится слагаемые с четными номерами если вы здесь поставить вместо икса x квадрате то вас получится то что нужно только вот как раз без недостающего икса ну давайте на него и домножим получим то что нужно это вот прям совсем простое совсем простое тождество но зато смотрите что это нам позволяет сделать давайте считаем что н четно считаем что н четно тогда смотрите какая прелесть чтобы найти значение p во всех степенях омеги чтобы найти значение p во всех степенях омеги мне достаточно найти значение p0 и p1 во всех четных степнях омеги на потому что если здесь там стоит какой-то омега вжитой то есть будет омега в степени 2g и здесь тоже будет омега в степени 2g и если у меня если н четно то как у меня выглядит четной степени омеги значит ну вот они давайте их нарисую так у меня вообще как это было 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 да все нормально должно быть вот так если меня n четное то у меня четных степеней омеги ровно половина мы не не видели вроде я тут ничего не вижу ничего и так начать раз если n четно то четные степени омеги это половина точек омега в нулевой омега во второй в 4 в 6 и так далее ну там вплоть до n в 2 получится вот то есть чтобы нам победить задачу для исходного п мне достаточно на самом деле посчитать по 0 и p1 в вдвое меньшим 4 точек давайте напишем достаточно найти значение по 0 и p1 в точках омега 0 омега 2 омега 4 и так далее омега в степени минус 2 здесь точек будет вдвое меньше ну и потом соответственно если мы знаем значение по 0 и p1 в этом наборе точек то чтобы получить набор значений п в во всех обычных степенях омеги то нужно просто там но пройти по этому набору там с какими-то коэффициентами сложить вы здесь бы как раз помидо в степени же вылезать ну и все то есть на самом деле мы свели исходную задачу вот это вот вычисление значений п в н точках к двум задачам вычисления значений п 0 p1 в н пополам точках поэтому если ты это на то время работы наш алгоритма на исходном массиве то т.н. это 2 3 3 3 пополам плюс вот н просто то то потому что еще раз я вычлинил два многочлена мне достаточно найти их их значение в н пополам точках я делаю это рекурсивно с помощью нашей вот это ну вот этой же процедуры посчитал их значение в этих точках и потом за линейное время то есть за количество корней за количество степеней омеги склеил там эти два вектора в вектор значений пашки по вот этой формы понятно ну и все получается у меня симпатичка заявленная нлгм да 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 в идеале конечно считать n степень двойки потому что если я здесь на каждом шаге предполагаю что он четно то лучше в самом начале и сделать степени двойки но опять если n это не степень двойки то давайте добьем нулями столько сколько нужно здесь до ближайшей степени двойки ну и заодно мы увеличим показатель н ки то есть мы посчитаем многочлены в большем числе точек а нам ну то есть если у нас чем больше точек тем как бы проще находить многочлен по этим точкам поэтому поэтому ничего страшного не произойдет вот ну кажется с первым шагом мы справились за мы вот так вот можем рекурсивно найти значение в наших n корнях из единицы так хорошо давайте это оставлю пока что второй шаг тривиален если мне известное значение п во всех степенях омеги и значение q во всех степенях омеги то значение эрки получается тривиально это нужно просто перемножить соответствующие числа вот это на это вот это на это вот это на это и так далее ну то есть прям прям как там написано вера томега вжитой равно поэтому мега вжитой умножить на q от омега вжитой и этот шаг второй шаг нашего алгоритма работает очевидно за линейное время за т т т т просто нужно по точечно переносить 22 массива так ну хорошо давайте тогда я наверно это убью все таки теперь осталось нам обратный обратное преобразование сделать по набору значений в омегах в степенях омеги нужно наоборот найти многочлен для этого давайте посмотрим внимательно что мы вот здесь делали давайте еще раз напишем это на языке матриц вот есть у меня многочлен какой-то п не буду переписывать с коэффициентами ашки и мы находили его значение в степенях омеги то есть по сути мы написали следующее мы вычислили следующее преобразование мы нашли значение пешки в степнях омеги путем домножения столбца коэффициентов слева на какой-то матрица какой-то матриц но это вот ровно то самое что мне было написано здесь когда-то про что что такое вычисление многочленов каких-то точках это мы берем столбец коэффициентов и умножаем его на матрицу вандермонда где построчно стоят степени степени точек в которой мы считаем значения ну соответственно здесь будет то же самое здесь будет омега в степени 0 умножить на 0 омега 0 на 1 и так далее омега 0 на n минус 1 здесь будут степени кратной единицы то есть 1 на 0 1 на 1 1 на n минус 1 последней строчки будут степени кратной n минус 1 1 на 0 n минус 1 на 1 и так далее n минус 1 на n минус 1 но это просто мы написали матрицу вандермонда для набора точек в которых мы считаем наш многочлен и по сути смотрите что мы сделали мы нашим вот этим алгоритмом за n log n мы по сути умножили столбец размера н на матрицу n n мы знали вот это мы знаем вот это ну как бы у нас не знает а матрица в явном виде как матрица размеров н 2 но мы знаем как там каждую элемент задается и ты же это элемент это просто мига в степени и умножить на же омега в степени умножить на же и вот мы занга н можем перемножить эту мотинства этой столбец получить столбец за значение вот по сути что мы сделали с помощью вот того первого пункта умножили какой-то столбец на набор на матрицу из степени омеги теперь наша задача становится обратной вот я это сделал теперь у меня есть наоборот набор значений многочлена r в этих точках и не нужно восстановить набор его коэффициентов ну как мы уже говорили достаточно просто умножить на обратную матрицу давайте я напишу следующее давайте мы скажем что r от x это c0 плюс c1 x плюс так далее плюс c минус 1x в минус 1 на тогда у меня выполняется следующее столбец коэффициентов результирующего многочлена получается из столбца значение этого многочлена в наших корнях из единицы путем домножения на матрицу обратно вот к этой давайте я здесь напишу вот это вот жирная w степень минус 1 где w это вот этот матрица матрица степени омеги то есть еще раз за чтобы получить столбец коэффициентов из столбца значений не нужно просто вот это собес домножить слева на матрицу обратно вот к этой обратную к матрицу w понятно так отлично ну на самом деле можно очень легко понять как выглядит эта матрица а у нас а у нас как бы нижний это верхний у нас x это это омега в степени и вот но смотри я утверждаю следующее что вот есть у меня исходная матрица до у которой в этой житой клетке стоит омега в степени и жи омега в степени и жи тогда давайте рассмотрим матрицу вот такой давайте обозначу в где в этой житой клетке будет стоять омега в минус 1 степени и жи мы один раз нашли обратная комига и возводим в ту же степень тогда я утверждаю что эти матрицы почти что обратное а именно их произведение в n раз больше чем единичная матрица единичная матрица то есть ну а если нам известно это то нам известно как выглядит обратная комига к ну к матрице w это просто 1 n в так ну наверное вот это надо доказать еще раз да у меня есть матрица w у которой строки и столбцы занумерованы от 0 до 1 и на переченье этой строки житого столбца стоит омега в степени и жи я рассматриваю аналогичную матрицу в и жи только там не степени омега степени омега в минус 1 но в тех же самых степенях не нужно же тогда оказывается что если я просто перемножу по обычному умножению матриц то получится единичная матрица умножены на n вот ну чего давайте наверное но если не докажем то хотя бы набросаем доказательства вот я перемножаю в на w и хочу сказать что у меня получается вот такая матрица где на главной диагонали стоят нки а в остальных местах нули то есть единичный умноженный на n вопрос на как это доказать но смотрите давайте мы перемножим скажем и ту строчку и и ты столбец и ту строчку и и ты столбец мы хотим показать что должно получиться н окей что находится в клетке и же вот здесь берем ку-то житую жига столбец здесь и соответственно житую строчку здесь что находится здесь в клетке ежи но у мминга в минус 1 степени и умножить наши здесь будет омега обычная в степениЖИ умножить на и у меня обычная в степениЖИ умножить на и но это единицы да просто потому что здесь написано может степени минус ежи здесь написано Grüido в степени же и поэтому это единица вот ну а нам нужно скалярно умножить эту строчку на этот стал То есть мы сначала перемножили вот эти, получили единичку, вот эти получили единичку и так далее, и так далее. У меня все эти произведения равны единице. Потом мы их складываем и получаем n по количеству слагаемых. Поэтому действительно перемножение и этой строки, и этого столбца дает мне n в клетке ii. То есть на главной диагонали точно n. Теперь что происходит с недиагональными элементами? Так, что происходит с недиагональными элементами? Ну давайте посмотрим. Давайте мы перемножим i-тую строчку опять-таки на какой-нибудь столбец k. На катый столбец, где k не равно i. Тогда мне нужна следующая сумма. Мне нужно найти сумму по g от нуля до n-1. Слева остается омега в минус первой степени i, а справа уже будет омега, видимо, в степени g умножить на k. Потому что g это строка, и k это столбец. Так, ну давайте что-нибудь попишем. Тут понятна степень просто минус i, и g, здесь степень g умножить на k. Давайте я g вынесу, и будет у меня i-k. i-k. Так? Вот, или иными словами, это вот такая сумма. i-k g. Да, спасибо, спасибо. Это я поторопился. k минусы, конечно. k минусы. Ну, а это уже просто геометрическая прогрессия, у которой, как это, отношение не единица. Да, из-за того, что k не равно i, из-за того, что k не равно i, у меня получается, что вот это вот это не ноль, значит, у меня как бы шаг прогрессии не единица. Ну, в смысле, отношение, да, вот это вот q в прогрессии не единица. Ну, а мы знаем, как считать сумму геометрической прогрессии, наверное. Короче, давайте я на эту ноль и скажу, что это сумма геометрической прогрессии. Я эту формулу никогда не могу запомнить. Если, типа, если она бесконечная, то я знаю, если она конечная, нет. Пытайте меня, но я не скажу эту формулу. Значит, сумма геометрической прогрессии. Типа, вот есть у вас 1 плюс q плюс так далее плюс q в степени n минус 1. Что это? Ну, это, видимо, что-то в стиле 1 минус q в n на 1 минус q. Похоже, да, похоже, да. Ну, вот здесь q это как раз омега в степени k минус i, и вы вот это вот складываете несколько первых ее степеней. Получится как раз у вас вот здесь 1 минус q в степени n, где q это омега в степени k минус i. Ну, понятно, что если омега в степени n это единица, то омега в степени k минус i умножить на n это тоже единица. Ну, значит, у вас числитель просто нулевой. И все. Так, окей? Вот. Ну, эта арифметическая выкладка нам нужна для того, чтобы понять, как выглядит обратная матрица к матрице W. Давайте еще раз напишем, что обратная к W это просто 1 n-ая v. То есть, если я каждую ячейку v поделю на n, то получится наша хорошая матрица. Ну, или там сначала, сначала, значит, сделаю преобразование с W, я потом весь результат поделю на n, то тоже будет обратное преобразование. Вот. Ну, тогда смысл такой. Смысл вот этого равенства в следующем. Если мне нужно домножить вот этот столбец на матрицу обратную к W, то я давайте поступлю следующим образом. Смотрите, у меня же есть уже алгоритм, который столбец умножает просто на матрицу W, zen log n. А теперь давайте я вот здесь всюду подменю омегу на омегу в минус 1. Я здесь всюду заменю омегу на омегу в минус 1. Тогда, по сути, я умножу вот этот столбец на матрицу W, потому что это как раз будет матрица W. Ну и в конце нужно просто будет поделить результат на n, потому что, ну вот, из-за этого коэффициента. То есть. Сейчас мы все это напишем. То есть вот этот вот обратный шаг, обратное преобразование Фурье, оно не отличается от исходного, оно отличается от исходного только тем, что мы вместо омеги пишем омега в минус 1, еще в конце делим на n. Вот и все. Значит, третий шаг реализуется так. Запускаем первый шаг с омега равно омега в минус 1. То есть мы вместо омеги всюду пишем омега в минус 1. Досчитаем результат. И в конце делим все получившиеся числа на n. Делим все числа на n. Ну, плюс-минус все. Вот это будет обратное преобразование Фурье. Обратное преобразование Фурье. Ну, а соответственно, первый шаг — это обычное преобразование Фурье. Вот. То есть, еще раз, на первом шаге мы научились, если мы берем произвольную омегу, произвольный примитивный корень из единицы, который порождает все остальные, мы умеем умножать любой столбец на матрицу вот таких омег. Тогда, если я запущу тот же алгоритм, просто с другой омегой, с омегой в минус 1, тогда у меня как раз получится вот это вот, ну, практически умножение на обратную матрицу, только с коэффициентом n еще лишним. Ну, давайте я просто в конце вот этот столбец, получившийся, поделю просто на n, и все. Понятно? Вот здесь есть такая тонкость, которая может смущать, да, что раньше мы воспринимали вот этот столбец как набор коэффициентов многочлена, что у меня там было а0 плюс а1х и так далее, и так далее. Я считаю значение этого многочлена в каких-то точках. Это то же самое, что умножить на матрицу. А здесь, когда я делаю обратное преобразование Фурье, у меня как бы по сути уже есть значение многочлена, и я делаю, наоборот, восстанавливаю коэффициенты. Ну, давайте не думать об этом, давайте считать просто этот столбец чисел опять коэффициентами какого-то многочлена. Потому что, по сути, мне нужно построить вот этот многочлен по вот этим коэффициентам и посчитать его значение в этих точках, там, омега в минус и жи. Ну, и получится вот это вот. То есть, да, как ни странно, если воспринимать набор значений как набор коэффициентов и работать с ним как раньше, как в первом пункте, тогда мы получим набор коэффициентов. Окей? Так, ну, отлично. Отлично. Тогда этот шаг работает тоже за n log n. И суммарно мы решили задачу за n log n. Значит, задача. Это шаг называется n log n, где n это, ну, давайте я напишу так. По порядку это максимальный из степеней dkp и dkq. То есть, нам их там нужно сложить, прибавить единичку, еще добить до максимальной степени двойки. Ну, по порядку это просто максимум. Окей. Так, ну, какие тут есть проблемы? Тут, конечно, проблемы большие с точностью, потому что, когда мы считаем корни комплексной из единицы, там, конечно, возникает куча, ну, вот когда я рисовал окружность, там, конечно, далеко не целые и даже нерациональные вот эти вот, получается, координаты у них. И здесь куча всяких умножений. Тут возведения в степень всякие, рекурсивные спуски, в которых еще куча умножений и сложений. Поэтому, на самом деле, ну, тут ошибка, тут копится такая существенная. Вот, на практике это все работает точно, если выполняется следующее условие. Значит, если вы перемножаете два целочисленных многочлена, то есть многочлена, у которых коэффициенты — это целые числа, то это все работает точно, если у вас получающиеся коэффициенты, они по модулю, ну, примерно 10 в 11, то погрешность невелика, если коэффициенты r не превосходят, примерно, ну, там, 10 в 11, 10 в 12, что-то такое. То есть, если у вас есть два целочисленных многочлена, и вы хотите их перемножить точно, да, ну, то есть, понятно, что результат — это целочисленный многочлен, но если вы просто напишите, там, два FFT для P, FFT для Q, потом поточно перемножите и построите обратный FFT, то, понятное дело, там, ну, будет не целые числа, потому что у вас есть переход в комплексный, понятное дело, там, куча погрешностей, и все в конце будет не целое. Но вот если в конце их округлить просто, да, если округлить все коэффициенты к ближайшему целому, то это будет правильно работать, если эти числа, ну, не очень большие, не больше, чем 10 в 11, 10 в 12. Вот. Если они сильно больше, то, к сожалению, там возникает погрешность, и уже, ну, то есть, вы получаете коэффициенты с какой-то погрешностью. Это не то, что нужно, да, это все довольно было бы глупо. Вот. Есть, конечно, обобщение, которое с этим борется, но мы его не рассматриваем. Мы считаем, что в наших задачах либо коэффициенты, результирующие, реально вот такие. А пока если тильда, то есть 10 в 11 или это равно? Еще раз. А такая, вот я не очень понял, вот так. Тильда. Ну, как бы, примерно равно. А то есть 10 в 11, 10 в 12? Да. То есть, если коэффициенты по модулю не большим 10 в 11-й, 10 в 12-й, тогда все работает точно. Вот. То есть еще раз. Для нас мы можем считать, что либо мы перемножаем такие многочлены, для которых результирующие коэффициенты вот такие, то есть мы можем считать, как бы, без погрешности, да, либо мы, ну, то есть чуть позже мы еще рассмотрим, как можно делать преобразование Фурье в ZP, то есть там у нас будет только целые числа, никакой погрешности не будет. Вот это чуть позже еще тоже посмотрим. Да, да. Там, кстати, у людей, кажется, к этому алгоритму, вот, при этой базовой версии есть только миллион оптимизаций, как по памяти, так и по... Вот сейчас мы этим и займемся, да. Сначала, значит, я хочу рассказать разворачивание рекурсии. Разворачивание рекурсии. Так. Смотрите, еще раз повторю наш алгоритм. Чтобы перемножить два многочлена, мне нужно написать, по сути, 3 FFT. Одно для P, одно для Q, потом поточно перемножить, потом обратное FFT для результата, для R. Ну, а обратное FFT выражается через обычное. То есть, по сути, мне нужна одна функция FFT, да, которая там рекурсивно что-то делает. К сожалению, если мы напишем ее вот так рекурсивно, то это может работать довольно долго. То есть, казалось бы, N log N, да, но это довольно толстый N log N, потому что очень много, во-первых, очень много сложных вычислений, там, ну, вот в эти всякие степени омеги и так далее, да, это не очень простые операции, это там не битовые сдвиги и ничего такое, да, это там большие сложные операции над длинными, ну, доболскими числами. Так, а во-вторых, здесь большие беды с памятью, потому что, когда вот мы, ну, вспоминаем, да, вот есть у меня массив длины N коэффициентов, я четные сдвигаю влево, нечетные сдвигаю вправо, и потом как-то между ними вот так прыгаю, соединяю там омега в степени 2G, склеиваю как-то и ставлю там в другую ячейку. То есть, на самом деле, у меня будут большие-большие скачки по памяти, это тоже влияет на время работы. Вот, поэтому рекурсивный алгоритм, он довольно-довольно медленный. Давайте мы сейчас рекурсию развернем, так что у нас будет нерекурсивная реализация. Итак, давайте посмотрим, как работает FFT, скажем, на массиве длины 8. FFT принимает массив значений и воспринимает этот массив как набор коэффициентов какого-то многочлена. А0 плюс А1х плюс А2х в квадрате и так далее, и так далее. Затем происходит следующее. Мы четные индексы перемещаем как бы влево, да, это будет наша левая ветвь рекурсии. У нас будет многочлен с коэффициентами А0, А2, А4, А6. А в правую ветвь все нечетные. А1, А3, А5, А7. Ну и, соответственно, здесь опять на каждом шаге мы смотрим, мы строим вот такой многочлен. А0 плюс А2х плюс А4х в квадрате плюс А6х в квадрате. То есть просто по этому набору коэффициентов строим многочлен. И рекурсивно находим его значение во всех точках. Во всех корнях из единицы здесь степени 4, тут степени 8, ниже будет степень 2 и так далее. Давайте дорисуем это дерево до конца, посмотрим, что будет в самом низу. Значит, здесь опять выписываем четное, то есть 0 и 2, А0, А4. Здесь нечетное, то есть А2 и А6. Здесь тоже четное, то есть А1 и А5. Нечетное, А3, А7. То есть, когда мы два раза впустимся в рекурсии, у меня уже будет многочлен всего с двумя коэффициентами в стиле там А0 плюс А4х. И, наконец, последний шаг, это просто разбиение первый коэффициент и второй коэффициент. Это будет наш последний уровень рекурсии. А1, А5. А3, А7. А3, А7. Вот, и еще раз, это мы как бы нарисовали дерево рекурсии. И на каждом слое, то есть в каждой вершине этого дерева алгоритм FFT получает какой-то многочлен с n коэффициентами, ну вот пусть там, здесь n равно 4. И находит значение этого многочлена во всех корнях из единицы степени n. То есть здесь во всех корнях четвертой степени, здесь во всех корнях восьмой степени, здесь во всех корнях второй степени, здесь во всех корнях первой степени. Скажите, пожалуйста, чему равно значение вот такого многочлена в единственном корне из единицы степени 1? да просто это число конечно потому что вот на этом нижнем уровне у меня многочлен состоит из одного коэффициента то есть просто ну из одного числа из к из вот этого свободного члена тогда значение там начну в любой точке это просто она сама этот самый коэффициент то есть на нижнем уровне мы знаем как бы уже сразу не только многочлены да то есть многочлены как константы ну и значение этих многочленов в любой точке. Хорошо, теперь давайте посмотрим вот здесь. Ну, или вот здесь. Тут у меня написан, по сути, многочлен А0 плюс А4х. А0 плюс А4х. И я хочу найти его значение в корнях из единицы степени 2. То есть в единице и в минус единице. Есть всего 2 корня степени 2, это 1 и минус 1. 1 и минус 1. Ну, то есть понятно, как это сделать. Нужно написать А0 плюс А4 и А0 минус А4. Да, то есть теперь вместо вот этого вот массива я должен буду писать А0 плюс А4 и А0 минус А4. То есть я заменяю массив коэффициентов на массив значений вот в этих вот корнях из единицы. То, что там будет здесь, да, вот эти 2 числа поменяются на их сумму и разность. Вот, и мне хочется как-то вот сделать так, развернуть все это рекурсии снизу вверх, чтобы она шла. То есть на нижнем шаге у меня в каком-то порядке стоят коэффициенты. Затем мне нужно, скажем, вот по парам их так склеить, написать сумму и разность. Да, здесь тоже сумма, разность, сумма, разность. Потом мне нужно вот эти 2 пары склеить в 1 четверку, тоже как-то понять, с какими коэффициентами. Вот, и тем самым как бы я не буду запускать рекурсии, я просто промоделирую ее вычисление снизу вверх. Так, ну давайте, давайте смотреть. Во-первых, мне нужно понять, давайте сначала поймем, в каком порядке вот эти коэффициенты здесь написаны. То есть почему вдруг так случилось, что у меня на втором месте стоит А4, тут где-то А6, тут там А5 и так далее. Ну, это очень просто. Давайте считать, что у меня исходная длина массива N равна 2 в степени К, равна степени двойки. Тогда вот на этом нижнем уровне элементы будут написаны в порядке увеличения развернутой битовой записи. То есть у меня на самом деле будет написано следующее. Вот на этом нижнем уровне будет всегда написано А с индексом рев от нуля, А с индексом рев от единицы и так далее, и так далее, А с индексом рев от N-1. Где рев это просто, ну, разворачивание битовой записи или там прочтение ее слева направо. То есть как работает рев от ик. Мы выписываем i как число в двоичной системе счисления с k-знаками, да, то есть если оно маленькое, то добиваем слева ведущими нулями. А затем просто разворачиваем эту запись слева направо. Ну, точнее, справа налево, да, лучше сказать. Читаем справа налево. Вот, ну, на нашем конкретном примере в этом легко убедиться. Что такое у меня k? k это у меня тройка, то есть я все числа представляю как числа трехбитовые. Тогда что такое ноль? Ноль это то же самое, что 0-0-0, поэтому рев от него это тоже ноль, и вначале у меня стоит а с индексом рев от нуля. Все верно. Дальше у меня идет единица. Я ее представляю как 0-0-1, затем пишу реверс, да, разворачиваю строчку, читаю справа налево, будет 1-0-0, но это как раз 4, да, в двоичной записи это четверка. К этому здесь как раз стоит четверка. Так, ну давайте с двойкой то же самое еще сделаем. Двойка имеет запись 1-0-1, ее реверс такой же. В смысле 0-1-0, да? 0-1-0 будет двойка. Дальше, если я тройку разверну, то у меня будет 1-1-0, то есть как раз шестерка, что и стоит на третьем месте, ну и так далее. То есть на нашем частном примере в этом легко убедиться. А в общем случае это легко доказать, потому что смотрите, какие коэффициенты идут в левое под дерево? Те, у которых младше бит 0, а 0, а 2, а 4 и так далее. Те, у которых младше бит 0, те, которые четные. Соответственно, здесь все нечетные. Поэтому в терминах развернутой записи, у них, если у них 0 был последним, то здесь у них, ну, наоборот, да, как бы, у меня вот это вот дерево бьется пополам, нижний слой делится пополам. И здесь идут все коэффициенты меньше, чем половинка, то есть у которых старший бит 0. А здесь идут те, у которых старший коэффициент 1, больше половинки. Ну, соответственно, в реверсном порядке это как раз 0 в конце или 1 в конце. Сколько мы вообще считаем? Можно за n, а можно за n? Можно за n, да. Ну, давай чуть позже. Значит, дальше спускаемся. Вот у меня есть а0, а2, а4, а6. Какие идут влево, какие идут вправо? Ну, по сути, что мы сделали? Раз мы налево положили все коэффициенты четные, а0, а2, а4, а6 и так далее, и тогда мы, по сути, у каждого числа его номер в этом массиве поделили на 2. То есть если мы половину элементов удалили, то, скажем, вот а4 встает на место, ну, на второе место, а6 встанет на третье место. То есть каждый индекс поделится на 2. Дальше то же самое. Мы смотрим на последний бит в записи. Вот это уже 0,123. И последний бит становится как бы самым решающим. Те, у которых последний бит 0 идут влево, а те, у которых последний бит 1 идут вправо. А в терминах вот этого как раз обратного порядка, это значит, что второй, ну, здесь уже по... Значит, здесь второй с конца бит мы рассматривали, а здесь мы, наоборот, второй с начала бит рассматриваем. И здесь как раз, да, сначала идут те числа, у которых 0,0 в различной записи, потом 0,1, потом 1,0, потом 1,1. В терминах, в терминах реверса это как раз то, что нужно. Сначала те, у которых младший бит 0, потом те, у которых как бы предмладший бит 0, потом предмладший бит 1, ну и так далее. То есть это можно доказать, ну, собственно, я и писак, как это доказывается, просто на каждом шаге у меня по сути смотрится там id из конца бит. Если это id из слой рекурсии, то я смотрю на id из конца бит и по его значению распределяю либо влево, либо вправо. Поэтому на id позиции вот в этом результирующем массиве, вот в этом, будет стоять а с индексом ревоты. То есть вот такой список у меня получается. Окей, вопросы? Реверсы? Хорошо. Так, ну как считать эти реверсы? Как считать эти реверсы? Ну, как угодно на самом деле. Конечно, можно эти реверсы посчитать в самом начале за n log n. Потому что, ну или там за 2 в степняк умножить на k. Потому что мне нужно посчитать реверсы для всех чисел от 0 до 2 в степняк минус 1, то есть для всех битовых чисел длины k. Можно просто честно для каждого числа написать эти k бит, прочитать справа налево и воспринимать это как двоичное число. То есть каждое число я обработаю за его длину, и понятное дело, что это можно сделать за n log n просто. Все эти реверсы можно посчитать за n log n. Либо можно сделать это за линейное время. Давайте тоже такую оптимизацию напишем. Не то, что это сильно повлияет на время работы, потому что основная сложность все равно не в этом. Основная сложность в обращении к памяти и в сложных вычислениях. Ну, если можно, то почему бы не сделать. Так, ну, с реверсами можно поступать следующим образом. Давайте мы посмотрим на старший бит числа. Давайте будем смотреть на старший бит числа. И, смотрите, вот если я знаю какой-нибудь здесь старший бит, старший бит нашего числа, тогда как выглядит у меня реверс? Мне нужно написать сначала вот этот кружочек реверснутый, да? Давайте я назову там S. Я сначала пишу S реверснутая, потом 1, потом вот это вот. Ну, а здесь будет просто куча нулей. Если это старший единиц, то здесь будет просто куча нулей. И если я знаю, что вот это вот текущий мой старший бит, то понятно, да? То есть я знаю вот это число текущее, у него старший бит стоит вот здесь. То если его вычтут, то я получу как бы число меньшее, для которого я уже знаю реверс. То есть я, если я напишу вот здесь вот нолик вместо единицы, то вот это число, которое просто заканчивается на S, равно S. Для него реверс я уже как бы знаю. Да, я знаю реверс, потому что это меньшее число, для которого я уже как бы все посчитал. Тогда мне нужно просто написать будет реверс, и прибавить к нему единицу на там нужной позиции. На позиции типа k минус и минус 1, если это и те позиции. Значит, новый код будет примерно такой. Ревод 0 равно 0. Дальше oldest равно минус 1. Когда-то мы уже находили старший бит в каждой маске. Теперь давайте перебираем маски от 1 до 2 в степень к. Перебираем все маски в порядке возрастания. Проверяем, увеличился ли старший бит. Это мы тоже помним, как делать. Старший бит у меня переключается, когда у меня число маск становится новой степенью двойки. То есть старший бит сначала не меняется, потом осталась степенью двойки. Старший бит перешел в более старший разряд, а здесь все занулилось. То есть здесь мы пишем, если маска является степенью двойки, то есть если маск и маск минус 1 равно 0, тогда oldest плюс плюс. Плюс плюс oldest. Ну а дальше, значит, я могу, как я здесь говорил, я могу эту единичку исключить, могу выкинуть эту единицу. Я знаю, чему будет равен реверс для результата. И потом мне нужно будет просто эту единицу вставить в нужное место. Видимо, надо написать что-то типа такого. Реверс от маски равно реверс от маск ксор 1 меньше-меньше oldest. Да, это я выкинул старший бит, посчитал реверс до вот этой вот оставшейся строки. Это я написал вот это. А еще мне нужно вставить эту единичку. Так, ну. Ксор, ксор, ксор. Ну, я на плюсах пишу, это ксор, да. И мне нужно еще вставить вот эту единичку. Ну, ее можно вставить так. 1 меньше-меньше, к минус oldest минус 1. Потому что после реверса вот эта вот oldest, позиция oldest встанет на место к минус oldest минус 1. Ну, вот вам подсчет реверсов за от n. Потому что у меня есть цикл по n числам. Ну, и внутри все за вот и не сочетается. То есть мы обращаемся к какому-то уже по счетному числу. А дальше какие-то битовые просто сдвиги, там, ксоры и так далее. Так, окей? Хорошо. Все, мы разобрались с тем, как выглядит этот последний уровень. И давайте прям так и сделаем. Вот был у меня исходный массив а, там, а0, а1 и так далее, а7. Давайте я сначала посчитаю все реверсы. Заведу новый массив, там, не знаю, какой-нибудь b. И сейчас. Нет, 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 новый массив мне даже не нужен. Секунду. Секунду, секунду, секунду. Как же это сделать-то? Блин, я забыл. То есть на самом деле еще одна прелесть FFT, что его можно вот прямо на том же массиве писать, что и исходный. То есть вам выдали массив длины n, его прямо на том же месте, без привлечения до памяти, считайте все вот это вот дерево. И вот сейчас мне нужно каким-то образом переставить эти элементы так, чтобы они шли вот в этом порядке. Так, что-то я не помню, как делается. Ну, здесь, наверное, на каких номеров, то есть в том, каком порядке было стоять. Какой-нибудь массив пытателей, как бы, на память. И потом просто, как бы... Ну, это слишком сложно. Ладно, в общем, давайте тогда на это забьем, да. Давайте скажем, что просто вот был у меня исходный массив a, a0, a1 и так далее, a n-1. Я создаю новый массив, в котором располагаю ашка вот в этом порядке. То есть a с индексом ревод 0, a с индексом ревод единицы и так далее, a с индексом ревод n-1. Вот, в качестве упражнения можете подумать, как это сделать без привлечения вот этого массива. То есть как переставить вот эти элементы здесь, так, чтобы они шли ровно в нужном порядке. Как их здесь переставить, чтобы они шли ровно в этом порядке. То есть без, ну там, без доп. памяти, без копирования. Ну, хорошо, неважно. Значит, ну, мы можем там в два раза себя расширить память, не страшно. Есть у меня теперь такой массив. То есть у меня, по сути, есть целиком информация о том, что будет в этом нашем дереве на нижнем уровне. Теперь давайте научимся подниматься снизу вверх. Вот есть у меня информация про нижний уровень. Я хочу посчитать информацию на предыдущем уровне. Потом на этом, потом на этом. Давайте сразу скажем, что пусть у меня есть информация там на каком-нибудь и там с конца уровня. Значит, пусть мы знаем состояние массива на житом снизу уровня. Житом снизу уровня. Вот. Ну и в массиве лежат просто числа. А0, А1 и так далее, А1-1. То есть еще раз, да, и даже если делать все на одной памяти, то есть у меня как-то там переставляются числа. Ну, или там можно сказать, что я вот этот массив завел, да, сюда их поставил в нужном порядке, потом просто перезаписал на место первого. То есть я первый массив теряю. У меня нету, у меня уже нету информации про исходный набор коэффициентов А0 и так далее, А1-1. Мне он будет не нужен. У меня сейчас вот есть текущая информация. Я считаю, что набор вот этих Ашек, это вот эта вот перестановка. Да, вот в самом конце. Потом, значит, я поднялся, как-то посчитал набор вот здесь, вот здесь и так далее, и так далее, поднимаюсь снизу вверх. И пусть у меня в какой-то момент написано вот такой вот массив Ашек. Тогда, ну, давайте, да, считаем, что здесь на этом уровне у меня Ж равно 0 будет. Здесь будет Ж единица, здесь Ж двойка, здесь Ж тройка. Ж снизу. Тогда, смотрите, чтобы перейти к Ж плюс первому уровню снизу, мне нужно разбить все мои Ашки на куски по 2 в степени Ж. Ж и объединить их в большой кусок длины 2 в степени Ж плюс 1. У меня корзинка какая-то такая. Вот есть мой большой массив. Я его разбиваю на блоки длины 2 в степени Ж. 2 в степени Ж, 2 в степени Ж и так далее, да? И потом парами их объединяю в длинный блок длины 2 в степени Ж плюс 1. Вот это будет блок длины 2 в степени Ж плюс 1. Вот это, ну и так далее. И что это значит? Это значит, что вот был у меня какой-то массив коэффициентов вот на этом шаге, да? Скажем, вот эти два кружочка переходят в этот прямоугольник. Вот так. Был у меня какой-то массив коэффициентов, я разбил и четный коэффициент отправил сюда, нечетный отправил сюда. Затем рекурсивно нашел значение вот этого многочленного во всех нужных точках, и вот этого многочленного во всех нужных точках я нашел значение. теперь не нужно найти значение вот этого многочлена во всех точках нет 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 курсе мы разворачиваем у нас у нас будет просто цикл page сейчас то есть мы сначала развернули вот эти все нижние индексы и теперь у меня будет цикл page от нуля до там логарифма да 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 подъема на в корень так давайте попишем формула вот есть у меня какой-то массив коэффициентов он добивается на 2 и здесь я все знаю давайте называют на решение многочленом т и соответственно он выглядит как-то так это там какой-то а это плюс а и плюс 1 x плюс так далее плюс а с индексом и плюс 2 в степени же плюс 1 минус 1 x в степени 2 в степени же плюс 1 минус 1 что такое страшное короче я понимаю что длина этого многочлена у меня два в степени же 2 в тюни же плюс 1 2 в степени же плюс у них коэффициент у него соответственно максимальная степень здесь будет 2 в тебе же плюс они минус 1 ну и аж к здесь там соответствующим индексом то есть это вот там какой-то какой-то кусок расскажем вот этот кусочек да или там вот этот это а 1 а 3 а 5 а 7 так сейчас сейчас x в степени 2 в степени же плюс 1 минус 1 так секунду да хорошо вот тогда соответственно я отправляю там а и а и плюс 2 и так далее сюда сюда а и плюс 1 и плюс 3 так далее вот сюда хорошо и причем я знаю давайте тоже напишем что t от x это то что мы отправляем на лево до 0 от x в квадрате плюс x на то что мы отправляем направо ты один пикс квадрате здесь будет т 0 здесь будет 1 а здесь на гостин т я просто любой на вершин всегда в рекурсе разбиваю на 2 почетным индексом и понечетным так теперь смотрите вот здесь вот я знаю значение во всех нужных точках и здесь тоже сохраняется значение во всех нужных точках теперь давайте попробуем понять значит пусть у мига это корень из единицы степени 2g плюс 1 тогда я ищу значение тэшки во всех корнях омеги этой степени то есть во всех извините во всех степенях омега ищем 5 омега в нулевой ты от омега в первой и так далее ты вот омега давайте вот это как-нибудь обозначу за же большое допустим же минус 1 так ну хорошо давайте поймем здесь у меня где-то будет серединка для левых для левых чисел у меня будет простое выражение например там что такое ты от омега в степени жи нет жи плохо у меня уже занята и жи к пусть будет с омега в степени с если просто сюда подставлю это что такое то т нулевое от омега 2s плюс он как степени с и один омега 2s вот это если у меня с меньше чем половинка а если у меня ну а для больших у меня будет следующее выполняться у меня будет 1 2 жизнь плюс с равно c0 значит а здесь смотрите здесь проблема следующий что когда я умножаю вот этот вот вот этот показатель в два раза умножаем на 2 у меня с переходит как бы в 2s и если у меня с близко близко к же там якобы происходит перехлёст вот-вот на на окружности да у меня была такая кровь у меня омега в степени с было где-то здесь то есть я она вот так прошло и еще степень умножается в два раза то есть по сути я как бы два раза прохожу этот круг да и там где-то останавливаюсь омега в степени 2s вот и для этого чтобы не было вот этого перехода за но лишнего перехода за за единицу я вычленяю деле вот это вот слагаемо 1 2 1 вторая же меня тогда чтобы что будет здесь у меня будет формально тоже омега в степени 2s плюс g но мы знаем что омега в степени же это единица он где все книжет идиницы потому что омега это корень за единиц и степени и же степени и же большого поэтому здесь на самом деле вот это вот 1 2 ж не влияет на аргумент здесь остается он в степени 2s здесь будет что здесь будет плюс омега в степени 1 2 g плюс s но понятно что омега в степени 1 2 же это просто минус 1 потому что если он гавжит это единица омега вжитая это единица то омега в степени 1 2 же это минус единицы ну и там мы считаем что жить четная же это степень двойки поэтому вот здесь вот будет написано минус омега в стой на тоже 3 1 от омега в степени 2s так давайте еще раз повторю мы взяли омегу как корень степени же большой из единицы омега вжит равно единице омега в степени же большой равно единицы тогда у меня есть много точек в которых я хочу посчитать значение тэшки вот этого исхода многочлена т у меня есть омега в нулевой омега в 1 и так далее и так далее вплоть до омега в степени же минус 1 хорошо что такое т от омега в степени с если с достаточно маленькая если с это меньше 1 2 же то это ну вот просто я поставил вот в эту формулу омега в степени с здесь будет и 0 от омега 2s 3 1 от омега 2s то есть как нет с каким-то коэффициентом дальше если омега хотя бы 1 2 же то есть ну степень больше равна чем половина от тех коэффициентов от всех вот этих вот корней тогда смотрите у меня когда вот она удваивается да то есть здесь нужно писать формально 2s плюс же потому что вот это множество на 2 будет будет жить но омега вжит это единица поэтому она не влияет на на результат то есть как бы есть могу написать плюжи люди вот здесь показатели но это не не поменяет на результат не повредит на результат я могу отстереть потому что обе дурже ты этой единицы То же самое здесь. Я пишу просто омега в степени 2s. Но вот этот коэффициент перед вторым слагаемым был раньше плюс омега в стой, а теперь это омега в стой, омега в степени s, еще плюс 1,2 g в степени. Но омега в степени 1,2 g это минус единица. Омега в степени 1,2 g это минус единица, потому что если у меня g большого четно, если g большого это степень двойки, то тогда омега в степени 1,2 g это как раз минус 1, противоположный к единице корень. значит здесь просто можно поменять плюс на минус и того смотрите что получилось если я возьму какие-то два соответствующие корни с т 0 и т 1 2 какие-то значения вот там с то значение здесь есть значение здесь то тогда с помощью их линейной комбинации с коэффициентами там омега вест или или минус омега вестой я могу посчитать вот здесь вот с ты член а также коэффициент с номером с плюс 1 2 же да то есть еще раз у меня тесты и с плюс 1 2 житой вот эти вот значения они зависят от двух чисел т 0 от омега в степени 2s и т 1 от омега в степени 2s то есть по сути я просто беру вот эти вот числа которые здесь у меня уже посчитаны значение тех многочленов здесь посчитаны и с помощью какого-то преобразования получаю значение вот здесь вот здесь причем эти ячейки даже можно получше нарисовать эти ячейки лежат прямо на над ними то есть вот это вот здесь же в этой позиции это лишь вот здесь же в позиции с 1 2 же смысл такой в итоге мы получаем следующий алгоритм считаем что у меня на нижнем уровне все посчитано вот эти вот реверснутые ашки уже написаны теперь давайте перебирать g от ну да вот нуля до дука видимо да будет переход от нулевого от житого слоя к же плюс первому да так сейчас что что ну вроде нет потому что там вот у меня в примере было к равно тройке и я перехал от нулевого к первому от первого к второму от второго к третьему то есть вроде заканчивается на камень с первом шаге 4 4 уровня внутри перехода так и меньше чем n такой час сейчас надо будет внимательно быть сейчас я напишу видимо 2 в степени же плюс 1 да да так но здесь обвольно что 2 в степени же плюс 1 понятно что плюсах это один меньше меньше же плюс 1 степени то нет степени надо предпочитывать сдвиг работает моментально сдвиг работает быстрее чем обращение в память поэтому поэтому лучше 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 это не делать итак то есть вот это вот моя текущая позиция куда я буду складывать ответ то есть и у меня сначала вот здесь я был получил то есть коллег или два результата потому и будет вот здесь и так далее и теперь смотрите что мне нужно мне нужно перебрать с q от нуля до 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 половинки же да то есть до 2 в степени же так пишем давайте следующее икс равно давайте напишу рей вот ну вот вот то что у меня хранится в массиве я буду называть р.м. р. от и плюс s и бит равно р. и вот и плюс с плюс два степени же в этой формуле я взял вот это вот за x 1 слагаемая x 2 слагаемый без коэффициент за y то есть вот эти вот два числа из которых я сейчас буду все склеивать вот это вот это x и y соответственно это литв позиции и плюс s это в позиции и плюс s плюс два степени же так и мне нужно просто на те же самые позиции и плюс s и и плюс s плюс два в степени же в этом массиве перезаписать их вот такую вот комбинацию ну давайте так и напишем рейс и плюс s равно x плюс омега сейчас сейчас омега весты да омега весты y и рейс и плюс s плюс 2 в степени же равно x минус омега весты нужно и вот кажется это все скобка 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 так ну и по сути мы как раз развернули рекурсию мы смогли от предыдущего слой как бы перейти перейти к следующему ну то есть следующему вверх давайте повторю еще раз концепцию что здесь произошло смотрите мы считаем что вот в этот момент времени после входа в очередную террасу циклов цикла позже у меня есть какой-то состояние массива р рэй там лежат какими-то блоками длины 2 в степени ну два в какой-то степени 2 в степени же лежат значение каких-то многочленов каких-то корнях за единицы ну вот здесь дает это корни многочлена в каких-то корнях и за единицы это корни другого из них не корня значения на значение многочленов каких-то корнях и за единицы тут значение другого многочлен тут другого и тут другого моя цель их разбить по парам и из вот этих вот значений и вот этих получить значение большего многочлена в большем числе корней за единицы то есть вот эти два склеить сюда эти два опять это какие-то значения двух многочленов не нужно из них получить значение больше многочленов это я здесь сидел я перебираю в качестве и вот этот вот 100 стартовый индекс блока где будет лирать значение больше многочлена то есть вот это вот не нужно перебрать вот это на вот это и так далее это как раз будет и с шагом 2 в степени g плюс 1 потому что получается у меня больше нога чем размера 2 в степени g плюс 1 вот ну а дальше вот делает делают то магическое преобразование которое там написано я пробегаюсь по всем этим элементам индексом с параллельно вот так вот с вот так бежит вот но потом как-то мы мы там доказали формулой что если я возьму соответствующие элементы с ты здесь и с ты здесь то их можно с помощью какой-то ли не комбинации перезаписать в ну вот в с ты сюда и в с ты сюда то есть в с ты и с плюс 2 в степени g index вот это делается таким вот преобразованием и здесь как раз еще еще профи да что мне не нужно на каждом шаге заводить новый массив то есть я взял вот эти два числа x и y с каких-то двух позиций их нужным образом сложил и записал прямо на те же позиции где они лежали на те же самые позиции и плюс с и плюс с плюс 2 в степени g то есть я не привлекаю новой памяти мне не нужен новый массив чтобы все это пересчитать я прям делал на месте прям там же где были все эти исходные числа не нужно будет дергать всякие new создавать новый вектор и тогда я прям все делаю там же где числа лежат так ну окей но здесь еще нужны какие-то оптимизации да типа как считать эту омегу веста и как считать все эти корни так ну давайте поймем как это сделать но можно вот здесь вот сказать что омега это корень нужны нужной степени да так только видимо не с а 2s нет омега это корень из единицы степени 2 в степени g плюс 1 вот здесь я сначала насчитал омегу как-нибудь там да ну и написал что просто написал честные координаты что это косинус там 2пи делить на n и синус 2пи делить на n где n это вот это вот ну можно тогда но от него это неважно потому что у нас все равно итерации логарифм можно 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 пересчитывать можно там ее изначально где-нибудь завести потом степень воде можно можно так да 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 то здесь здесь ну на самом деле это не обязательно если есть омега то здесь я перебираю степень омега в порядке возрастания поэтому на самом деле я могу хранить просто текущую степень омега и умножать ее на омегу каждый раз да да вы правы я вас понял а чтобы не умножать типа лишний раз я вас понял я вас понял да действительно наверное так лучше сделать что вот здесь мы посчитали омегу а также давайте в этом же месте посчитаем все ее степени просто ведем массивчик степеней где сохраним омегу в нулевой омега в 1 и так далее омега в степени ну вот там максимум 2 степень же плюс один ой даже если можно да кажется можем потому что независимо действительно кажется что можно но здесь я думаю что это будет хуже потому что вы больше скачете по памяти то есть вы смотрите вы посчитали вот это потом вот это потом вот это вот это вот это вы очень много скачете по памяти а у меня чуть более локальные вычисления то есть я сначала здесь все посчитал потому здесь потом вот здесь согласно вот то есть скорее всего так можно да но будет больше прыжков то есть да даже если так удобнее то скорее всего это будет менее эффективно ну вот то есть я посчитал системе все предпочитал все степени омега а дальше вот здесь я не буду же там омега бинарного завести 5 если что-нибудь такое я просто возьму из этого массива который я предпочитал вот а все остальные операции они у меня уже там рассложение еще смотрите можно немножко оптимизировать можно вот здесь в этом пишать написать умножить на омега в степени с а здесь стереть вот эти коэффициенты чтобы не умножать два раза только один можно изначально предпочитать и сделать вот так x плюс y x минус y чтобы просто там еще чуть-чуть ускорить потому что ну на самом деле здесь все довольно жестоко все обычно ставим лимитом в этих задач на ft потому что много всяких вычислений много скачков по памяти в общем здесь иногда иногда придется поупихивать еще особенно с точностью если тут ну это ладно да типа чтобы сумму смысле не складывать и плюс с обращаться какой-то ячейки а как одна переменная тип плюс плюс делать и потом делать плюс плюс а вы про то что чтобы два раза не складывать образовести в одну переменную а да бог его знает мне кажется не особо уже ну может быть на так но это я уже не знаю что там оптимизировать компиляторы или нет ну в общем да это здесь как бы ну вообще на самом деле этого этого кода скорее всего хватит да но если вы если вам надо еще поупихивать только не такие да можно вот вот это вот объявить отдельно перемены и не считать ее два раза то же самое вот с этой как-то можно да но это уже такое совсем какая-то жесть так последний сюжет который хочу рассказать это отказ от комплексных чисел отказ от комплексных чисел и переход zp переход zp значит смотрите предположим что у вас задача такая что вам нужно не просто ну то то есть вам не нужно перемножить многочлены прям точно вам нужно их перемножить zp то есть найти все коэффициенты по модулю п тогда работает следующий интересный факт что если п имеет вот такой вот вид 2 в степени к на r плюс 1 то есть ну понятно что если бы достаточно большой тонн тонна нечетная мы вычитаем и ничку и вычитаем максимальный степень двойки из результата то есть по равно 2 в степени к умножить на r где r нечетно то оказывается в zp есть такое число что все его степени 0 1 2 3 и так далее вплоть до 2 в степени к той все различны то существует такой элементы zp что омега в нулевой омега в 1 и так далее так далее омега в степени 2 в степени к минус 1 попарно различных попарно различных и по сути нам ровно это и нужно было от поле комплексных чисел нам нужно было уметь из единицы извлечь кучу корней кучу корней ну там 2 в степень к корней оказывается что в zp если вот это вот к достаточно большое то в зп мы можем тоже такое же делать то что есть такая омега что все ее степени различные при этом это корень из единицы степени 2 в степень к то есть в некоторых zp ну точнее если п вот такое хорошее и к достаточно большое достаточно большое то мы можем найти омегу вот со всеми нужными свойствами то есть мне от комплексных чисел нужно было только что есть корень из единицы вот такой степени что все его там вот эти вот степени различны больше мне не чувак комплексных по сути не нужно было вот ну значит если у меня п достаточно хорошая то есть такое что к достаточно большой я могу извлекать корни достаточно больших степеней то у меня просто все вычисления из c можно отнаследовать в zp и уже не будет никаких проблем с точностью вот классический пример п вот такой 9 8 2 4 4 3 5 3 очень часто ну то есть я хотел сказать на практике но это конечно нет да ну там всяких контестах на код force если если нужный fft и авторы не хотят считать комплексных то они просто пишут вот такой вот такой вот оно хорошо следующем что у него действительно большое к она раскладывается вот так вот здесь к h23 то есть по сути мы тогда умеем перемножать все многочлены у которых результирующая степень произведения меньше чем 2 в степени 23 но это большое число поэтому как бы почти любые многочлены можем перемножить вот но здесь подойдет например омега равная 31 если вы честно напишите программу которая перебирает все степени омега от нулевой до 2 в степени 32 27 23 минус 1 вы можете убедиться что все они попарно различны и при этом омега в степени 2 в степени 23 это единица то есть ну как раз вот вот это вот число является тем самым примитивным корнем из единицы там любой степени какой вам нужно вот и замечательно тем что не нужно никаких комплексных чисел нет никаких погрешностей и так далее и так далее ну да 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 тоже тоже правда считается быстрее что но если вы там 10 раз это напишите то 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 да вы проводите числа да да даже за вот еще смотрите значит как как найти вот эту омегу то есть у вас задача написано по какой-нибудь и вам нужно там ну сделать преобразование фри по модулю zp в смысле в zp то найти омегу в принципе можно простым перебором давайте запустим цикл то есть понятно что омегу достаточно найти один раз и потом я просто много раз переиспользовать давайте напишем цикл перебора омеги там два три четыре пять и так далее и проверять что все и степени различные и омега в 2 вк это единица ну и вот утверждается что вы там найдете подходящего мигу довольно скоро потому что вот этих вот таких корней их на самом деле много то есть он там ну он далеко не один такой и их очень часто вы найдете там корень ну не знаю в районе про не сотни и или даже меньше то есть корней таких много вы можете их легко находить просто ким-нибудь предподсчетом сначала нашли потом используйте вот а еще зачем это может быть нужно зачем вычислять zp ну смотрите пусть у вас есть все-таки два многочлена которые нужно перемножить и вы знаете что их коэффициенты в результате сильно большим 10 вот 10 в 11 10 12 ну например у вас есть два многочлена степени есть 5 у которых все коэффициенты по моду и 10 5 тогда при произведении у вас будут коэффициенты до 10 в 15 до коэффициент умножить центре так он раз максим 10 15 ну давай тогда сделаем следующее мы не будем считать комплексных мы посчитаем их произведение zp1 и zp2 ну где по 1 по 2 кид достаточно большие простые то есть я буду знать значение каждого коэффициента по модулю по 1 и по модулю по 2 ну дальше просто китайская терема в остатках если мы знаем значение коэффициента а это по модулю по 1 там какой-нибудь x и знаем его значение по модулю по 2 то значение по модулю произведения вычитается однозначно значит если нам точно понятно что коэффициенты все не больше 10 15 а скажем по 1 по 2 это число порядка 10 в 9 то значит из этих двух сравнений мы можем однозначно найти а это однозначно находится а это однозначно находится если она меньше чем по 1 по 2 ну значит если мы найдем достаточно большие по 1 по 2 вот с тем хорошим свойством что у них вот эта степень двойки достаточно большая и сможем сделать преобразование фурье над этими двумя полями тогда мы сможем найти аиде точно вот еще зачем то может быть нужно так ну на этом все спасибо